Во имя Отца и Сына и Святого Духа, так часто приходится слышать от людей. Я молюсь, я стремлюсь к Богу, я жажду встречи с Ним, а вместе с этим Он как будто остается мне далеким. Нет у меня живого чувства Его близости. Сегодняшняя Евангелие не осуждает такое отношение, но должно бы раскрыть наше сердце к чему-то иному. У человека, у сотника была мучительная нужда. Его слуга умирал, лежал в болезни, и он обратился к Христу за помощью. И Христос ему ответил, я к тебе приду. И что же ответил ему сотник? Нет, не приходи, я не достоин, чтобы ты вошел под мой кровь. Достаточно одного твоего слова, сказанного здесь, чтобы здравие и жизнь вернулись моему слуге. И Христос его поставил в пример другим людям. Поставил в пример эту изумительную веру, которая ему позволила сказать, «Не приходи, я этого не достоин, достаточно мне твоего слова». Как часто мы задаем себе вопрос, как жить, что делать? Если бы только Господь, Спаситель Христос, встал передо мной, если бы только Он мне сказал, вот теперь поступай так, поступай иначе, я бы поступил. Но Он молчит. Правда ли это? Нет, не правда. Он оставил нам Своё Слово в Святом Евангелии. Там сказано всё, что нужно для того, чтобы наша жизнь стала иной, чтобы она преобразилась, чтобы всё в ней стало ново, чтобы пути наши стали путями Божьими. Но мы ждём иного откровения, личного. Это сказано всем, это сказано на все времена. А я хочу личное Слово, которое разрешило бы вот теперь чудом мою задачу. И этого Слова мы не слышим, потому что оно звучит в каждой странице Евангелия. Но мы туда не обращаемся. Евангелие я читал давно, Евангелие я знаю. Было бы мне новое Слово, пришёл бы Господь. Как можно было бы нам жить, чему только не научиться, если бы, как этот сотник, мы могли сказать нового откровения, непосредственного воздействия я не достоин. С меня достаточно Слова Божьего, животворящего, раскрывающего новые пути. И тогда всё было бы по-другому. Поэтому научимся, как Пётр, когда он увидел чудесный улов рыбы, сказать, Господи, выйди из моей лодки, я не достоин, чтобы Ты был со мной, или как сотник. Нет, Твоего Слова довольно. Научимся этому послушанию, этой вере и этому всмирению. И тогда всё перед нами раскроется. И Бог станет для нас живым и близким, и чудотворящим. Аминь. Спасибо, Господи.